Добро пожаловать в WGP, номер 52, здесь из Джойнвилла, Санта-Катарина. У нас еще один суперфайт для вас сегодня, в 60 килограмм, 132-плод-дивизионе, К1 Руэлс. Итак, друзья, легчайший вес, 60 килограммов. And in the blue corner from São Paulo, let us introduce Leandro Jobu. And his opponent in the red corner from Santo André, São Paulo. Nicholas Bastille. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. И так, 24 года Николасу Пестиле, рост 169 сантиметров, 22 года оппоненту, на 2 сантиметра он ниже, ну и по рекордам, да, мы видим, что примерное равенство. И теперь, давайте сделаем нашу презентацию в злой стороне из Сан-Паулы. Мы имеем из Понтуан файт-клуба, его тренер Фабио Галфауни, он 22 лет, 1,67 метра толстый, право-падный, 3 файта, 2 победы, Леандро Джобу. Леандро Джобу, кстати, проводил поединки по ММА, но об этом расскажу чуть позже. В злой стороне из Сан-Паулы, Сан-Паулы, от Коринфянс, кикбоксинг, его тренер Фернандо Маэстро и Вашингтон, Силва, 24 лет, 1,69 метра толстый, 2 файта, 2 победы, 1 по накопу, Николас Пестиле. Николас is known to be a resistant and strong and aggressive fighter. And we have Леандро, who is known to be very fast, a lot of great combinations, works well with kicks. And for Леандро, this is his first fight in the WGP. They both have the same amount of experience, almost three fights for Леандро, two fights for Николас. Let's see, who starts off, how much they're going to wait, until they start really going after each other. These guys are 60 kilograms, 132 pounds, fast as lightning. And right off the bat starts Николас, followed by great combinations. Oh, and a good spinning kick. И посмотрите сразу же, какое начало искрометное в исполнении Леандро. Hand followed by spinning back kick. Another good back kick. И еще один удар с разворота в падении. Очень похоже, кстати, на технику каратэ-кюкушин. Но мы знаем прекрасно, что есть представители Бразилии, которые действительно могут считаться настоящими легендами каратэ. Которые, кстати, впоследствии вот эту технику каратэ перенесли в другие единоборства. Такие, например, как кикбоксинг или смешанные единоборства. Например, это, конечно же, Глоберта Шейра. Это Лео Томачи, да? Очень агрессивно и очень напористо начинает этот бой Леандро Жобу. Но весь вопрос для меня состоит в том, хватит ли у него сил, хватит ли у него пороху работать вот в таком темпе. Все отведенные раунды, все отведенные минуты в количестве девяти штук. Ну и смотрите, Николас Пестили тоже включился в работу. С готовностью он обменивается. Удар коленом с дальней ноги, причем с обеих ног толкался Леандро. И снова удар с разворота. Действительно, мне кажется, что у Леандро явно было какое-то каратистско-теквандистское прошлое. Ну вот здесь потерял равновесие Леандро. Очень быстро ногами бьет, конечно. Ну и вес, да, вес 60 килограммов. То есть здесь понятно, да, что скорость должна быть высочайшая. Удар торнадо с левой ноги от Леандро. Еще раз с разворота. Но, конечно, не стоит злоупотреблять вот этими ударами во вращении, потому что соперник привыкает. И соперник уже готов к такому развитию событий. И в момент удара с разворота вы на некоторое время, на доли секунды... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впоследствии, видимо, уже Леандро решил сконцентрировать свое внимание на их боксинге. А Николас Пистили также выступал в боях смешанного стиля. Есть у него один бой, и это была победа. Продолжает крутиться, продолжает наносить удары с разворота Леандро. Но вот я все жду момента, когда Николас Пистили сможет его за это покарать. Подловит на одной ноге, стоящим спиной к сопернику, и вот там уже, конечно, расплата может быть очень серьезной. Еще раз удар в падении, и падает уже от пропущенного удара Николас Пистили, нокдаун. Ну вот, смотрите, да, ждал я одного, а эффект-то получился абсолютно обратным. Шикарное действие от Леандро. Давайте посмотрим, сумеет ли жобу сейчас соперника доработать или отправить так же в нокдаун. Но нет, смотрите, Пистили так же хорошо отрабатывает. Пытается взять реванш за явно упущенный эпизод. У-у-у, и вот здесь уже просто такой добивающий удар в стиле Прайда. Исполнял Николас Пистили некрасиво, совершенно точно. Леандро жобу готов продолжать, но должно быть очень серьезное внушение со стороны рефери, потому что так делать нельзя. Поменял стойку ненадолго Леандро, встал в правостороннюю, тут же попытался пробить сопернику по печени. Да, и вот, пожалуйста, вот здесь уже ждет вращение оппонента Николас Пистили, и тут же попытался вернуть. Должок. Пронт-кик опять, передний в голову. Попал рукой, по-моему, сейчас Николас Пистили. Теперь же руки держат на месте Николас Пистили. Удара с разворота не проходят у Леандро жобу. Но и, кроме того, не будем забывать, что все-таки сложная техника, она еще и подразумевает серьезные энергетические затраты. То есть, если ты постоянно бьешь во вращении, прыгаешь, крутишься, как юла... Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok И стартовал третий раунд Поджимает уже сейчас Николас Пестили Пытается в таком, даже я бы сказал, тайском стиле Леандру Жобу Отработать в клинче на ближней дистанции Причем он уже реально в клинче прихватывает соперника Стараясь насадить его на свое колено Хорошая серия в исполнении Пестили Ну и вот происходит, в общем-то, то, о чем я вам и сказал, дорогие друзья А именно то, что вот эти удары, постоянные вращения, сложная техника Все это, конечно же, сказывается Так, у хорошей луки, кстати, от Леандру Все это сказывается, так или иначе, на функционале И вот та работа, которую сейчас показывает нам Леандру Жобу Как раз свидетельствует о том, что бензин у него заканчивается потихоньку Хороший удар, такой рубящий сверху вниз Но вот опять же, таким ударом очень сложно нанести серьезный ущерб О, перевод в партер, пожалуйста, вашему вниманию Ну, а еще раз подчеркиваю, что ни для одного, ни для второго Борьба не является каким-то откровением, да Потому что оба дерутся в ММА, ну или дрались, во всяком случае И снимают бал с Леандру Жобу за подобные действия Ну, таким образом, кстати, Николас Пестили получает еще один бонус Удар с изворота в падении вновь Так, постоял, повозвышался над соперником Николас Пестили Да, сейчас, конечно, инициативой владеет Николас Но, с другой стороны, вот этот бал, который был снят с Леандру То это скорее такое уравнивание шансов, да Потому что Пестили побывал в нокдауне И от этого мне видится судейская задача еще более сложной Ну, потому что математически шансы примерно равны И вот тут, конечно, весь вопрос в том, кому отдадут первый раунд Потому что нокдаун случился во втором Завершен поединок, победоносно вскидывает руки вверх Сначала Николас Пестили, затем повторяет за ним Леандру Жобу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все-таки Леандру Жобу побеждает единогласным решением Судей Но не просто, не просто ему это удалось Будем откровенны Николас Пестили тоже был очень хорош ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА